Во времена Советского Союза старинное церковное здание в селе Ямное было разрушено. Из-за этого тысячи местных жителей и десятки лет жили без храма. Чтобы посетить церковь, им приходилось ехать в Воронеж. На маршрутке, на автобусе ездили в Воронеж. А здесь теперь очень хорошо. Служба часто, все праздники, все воскресные дни. Это очень удобно, хорошо. Рядом здесь. У местных жителей здесь все очень рады. Как рассказывает настоятель храма отец Михаил, нужда в нем была. Но община не имела возможности его возвести, пока не пришла помощь. В 2007 году был заложен первый камень строительства храма по инициативе жителей Ямного и поддержке Воронежской епархии. В нынешнем прекрасном виде храм предстал благодаря главе местной администрации Вячеславу Федянину, строительной компании «СРК Дон» и инвестиционной компанией «Витстрой». Данное молитвенное сооружение, здесь совершается таинство. Таинство Вюхаристии, исповедь, причащение. Ну и другие таинства, венчание, крещение. Это молитвенный дом, это, как говорят древние старцы, кусочек рая здесь, на земле. Также на территории храма действует воскресная школа, куда ходят десятки юных яминцев. А главной святыней являются мощи новомучеников Михольской превлоки, которые привезли из Черногории. По легенде, место мученической кончины монахов Господь прославил несказанным благоуханием. Всякий, кто приходил сюда, чувствовал тонкий аромат, исходящий от освященной мощами земли. И поэтому это место в Черногории получило название «Остров цветов». Кроме того, мощь и мироточит, продолжая благоухать. Издает чудесный запах и святыня в храме святой Пороскевой Пятницы. В прошлом году митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил великое освящение новопостроенного храма в Ямном. В самом здании в данный момент продолжается роспись стен. За это время мы уже много чего сделали. Сейчас как бы финальная завершающая стадия. Роспись храма и коностас мы будем заканчивать. И практически на этом все. Все вместе, мало-помалу, помогают нам. Люди, у которых есть свой бизнес, у Воронежа. Потому что сейчас роспись дорогостоящая, дорого расписать иконы. Но благодаря этому мы их расписываем.